К нам присоединяется Богдан Феринс, кандидат политических наук, основатель социал-демократической платформы. Доброе утро. Приветствую вас. Доброе утро. Ну, конечно, не хотелось бы заниматься гаданием, но действительно, как-то заинтриговала премьер-министр Эстония Каякалас о таких приятных сюрпризах. Как думаете, о чем может идти речь? Ну, я думаю, что, в принципе, в последние, так скажем, дни, недели перед саммитом, идут самые серьезные обсуждения внутри стран членов НАТО в отношении того, что именно, как реагировать на наши запросы, на запросы Украины. Действительно, нужно понимать, что это не только о взаимоотношении НАТО и Украины, это также сигнал наших союзников в стране агрессор. Потому что, в принципе, от их позиции, от их четкости в формулировках, а я думаю, именно об этом сейчас как раз идут дискуссии, будут зависеть, как дальше будут развиваться, как бы ситуация будет развиваться в контексте европейской, не только европейской системы безопасности. Что ожидать? Ну, быть сдержанными оптимистами, я бы так сказал. Потому что, с одной стороны, наши союзники понимают, что мы хотели бы достаточно четко и конкретно получить от них ответ, зафиксированный в документах, резюмирующих саммит в Вильнюсе, каким образом мы дальше будем идти к полноправному членству, то есть конкретно. Что должна Украина выполнить, чтобы получить это членство и когда? Вопрос, когда намного сложнее, я так думаю, потому что, в принципе, с одной стороны, мы не можем спрогнозировать и сказать, когда российско-украинская война закончится. Но это не означает, что мы не должны четко вместе с НАТО понимать, какой алгоритм будет использован на нашем пути к полноправному членству. Ну, когда, смотрите, у меня всегда в этих дефинициях, определенных вещах, да, ну, Йенс Толтенберг тот же, да, говорит о том, что, ну, все согласны в том, что двери открыты, да, мы там Украину будем рады видеть и так далее, и так далее. Но главным и основным условием, ну, по сути, является вот эта история с победой, да, он сам об этом заявил, да, после победы Украины над Россией, да, ну, вот слово есть победа. Есть также слово, к примеру, там, по прекращению боевых действий. Есть еще определенный момент, возможно, да, выход на границы 91-го года. Но понятно, что Путин, да, он только, не знаю, там, после своей смерти согласится с тем, что Украина станет членом Альянса. Да, вот моделируем ситуацию. Победа Украины – это вопрос что? Да, вот для нас это, как минимум, выход на границы 91-го года. Никто не гарантирует, что будет как-то согласован договор, да, в котором стороны обязуются дальше, знаете, вот не воевать или остановлять агрессию. Да, и получается, что выходим на границы 91-го года, но обстрелы продолжаются. Ракетная угроза существует. С Азовского моря по нам стреляют хашками-ракетами. Это будет преградой для Альянса пригласить нас? Ну, любые, так скажем, действия, которые связаны, да, с угрозой прямого столкновения НАТО и, например, России, оно является серьезным вызовом для НАТО в контексте расширения. Это первое, потому что, ну, члены НАТО не думают в первую очередь о своей безопасности. Это также нужно понимать. С другой стороны, что я считаю позитивным, есть также понимание внутри НАТО, у некоторых, возможно, не у всех, ключевых, да, политических лидеров и так называемых decision-makers, да, тех, кто принимает решение, что серые зоны безопасности на постсоветском пространстве, они как вот красная тряпка для России всегда были. И вот они как раз, ну, как бы в этом контексте как раз и война, полномасштабное вторжение начиналось и в отношении Украины, и в отношении Грузии, и других стран со стороны России. И поэтому, как бы, вот эта аргументация всегда, что должны быть вот эти серые зоны между Россией, между НАТО, и это поможет предотвратить прямое столкновение Третью мировую войну, они, в принципе, уже, мы видим, нерелевантны, потому что война уже есть в центре Европы. И наши аргументы, и такое, я думаю, мое также мнение, что вот как раз наоборот, когда Украина станет уже полноправным членом НАТО, тогда, в принципе, мы можем рассчитывать на более стабильную систему европейской безопасности. До того момента, как бы, повторение подобных войн, да, как Российско-Украинская война, она будет сохраняться, и для НАТО это также будет дополнительным фактором нестабильности. Ну, вот на сегодняшний день известно, что только 20 стран из Альянса Североатлантического поддержали вступление Украины в НАТО. До Вильнюсского саммита не так уже много времени осталось. Как думаете, сколько еще стран можно, скажем так, уговорить или убедить в том, чтобы они официально тоже подписали резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО? Насколько это важно, в принципе, для Украины и для вообще восприятия Российской Федерации? Для того, что вступление Украины в НАТО неизбежно, и все больше и больше стран поддерживают эту идею? Формирование, даже в процессе переговоров внутри НАТО, более мощной коалиции, которая будет и уже поддерживать наше вступление, это однозначно процесс, который важен на пути к полноправному членству. Я вот пример той же Финляндии и Швеции. Страны, которые, в принципе, уже были готовы на 100% и готовы сейчас на 100% стать частью Североатлантического альянса. Но даже в контексте Швеции этот процесс затянулся. Скорее всего, на Вильнюсском саммите он будет разрешен. Но в то же время это также потребовало некоторого усилия. И мы видим, что некоторые страны также могут являться серьезной преградой на пути к членству, даже когда есть консолидированная поддержка. Я не исключаю в том, что в вопросе нашего членства в НАТО также некоторые страны уже являются и будут, так скажем, пытаться блокировать этот процесс. Но тут основная задача, чтобы ключевые игроки, самые сильные и влиятельные страны и члены НАТО были на нашей стороне. И тогда процессы будут ускоряться. Я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания. Как бы, да, ключевые игроки внутри НАТО. И от этого будет зависеть динамика дальнейших действий. Ну, Дан, хотел бы с вами еще поговорить по поводу гарантии безопасности. Да, но вот допустим, что угроза России мешает Украине стать полноправным членом Альянса. Каким образом тогда мы можем прописать гарантии безопасности для Украины, чтобы это усмирило вот этот имперский пыл нынешней России? Вы сегодня задаете нелегкие вопросы. Да, обычно такие, да, такие, ну, проходящие сегодня. Но понимаете, потому что мы же все понимаем, да, вот каким образом, какие сложные, да, дела предстоят решить вот сегодняшним участникам этого процесса. Не зря же Столтенберг, Каякалас, Анджей Дуда, да, президенты стран Балтии в целом, да, Литвы, Латвии. Все же сейчас общаются. Писториус к Байдену едет. Да, ну не к Байдену, Костину, к Байдену. Понимаете, да. О чем будут говорить? Об Украине, о саммите НАТО, о заявлениях. Мы понимаем, какая история сейчас происходит. Извините. Вот в этом и дипломатия. Конечно. То есть нужно понимать, что вокруг таких импульсов, это называют, да, импульсы, формируются вот как раз мнение и позиции. Это первое. Второе. Есть не совсем позитивная история с, там, Бухарестом в 94-м году, да, когда гарантии вообще не стоили бумаги, на которой они были написаны. Там, там, ядерных стран, да, и, к сожалению, мы видим последствия. Есть также негативная история 2008 года саммита НАТО. НАТО также, да, то есть и сейчас у наших партнеров понимание, что нужно сделать, чтобы история Вильнюсского саммита была позитивной. Это первое. Второе, то, что касается тех же самых формулировок, о которых вы говорили. То есть в формулировках иногда есть смысл и обязательства. Вот как раз о гарантиях безопасности, это об обязательствах наших партнеров, союзников поддерживать Украину, усиливать в военном контексте для того, чтобы она себя могла защищать до того времени, когда будет действовать статья, пятая, да, статута НАТО, а именно эта статья, она определяет, так скажем, зону безопасности от угроз внешних для стран членов НАТО. Вот, собственно, мы ожидаем, что мы будем более четко понимать, кроме Рамштайна формата, потому что Рамштайн формат, он в принципе не закреплен на таких многосторонних договоренностях, он ад-хок, то есть более ситуативный формат, который позволяет нам действительно получать помощь военной от наших партнеров. Но нам нужно понимать краткосрочный, долгосрочный трек в контексте как раз военной финансо-экономической поддержки наших партнеров для того, чтобы мы могли противостоять агрессии со стороны России. Ну тогда вопрос, возможно, попроще, но очень для российского зрителя актуально, потому что постоянно Российская Федерация страшит свой народ неким эфемерным, страшным НАТО. Да, то же самое делает белорусский самоправозаглашенный президент. Вот он даже ядерное тактическое оружие размещает на своей территории, якобы для того, чтобы защититься от НАТО. Но, тем не менее, никто из этих правителей не объясняет, ведь НАТО никогда ни разу ни на кого не напала, не отжимала, скажем так, территорию, если по понятиям того же Путина и Лукашенко. Но, тем не менее, они постоянно эту угрозу озвучивают. Так чего же на самом деле боится Россия? Почему НАТО какая-то эфемерная страшилка для россиян? Путин, Лукашенко и его окружение не боятся своего народа в первую очередь. То есть, страшилки о внешних врагах, они всегда работали для автократии и для контроля за процессами внутри стран. Особенно, если что-то происходило не совсем в те ожидания, которые у граждан той или иной страны были в контексте развития экономических разных процессов и результатов. Вот тогда всегда есть внешний враг. У Советского Союза, в принципе, такая же модель построения работы внутри со своими гражданами была. То есть, в то время, когда не было возможности там бытовые вопросы в промышленном контексте покрывать, тогда внешний враг всегда был. США и ракеты запускались, разрабатывались, и вот эти перегибы, они остались. Поэтому я бы показывал, конечно, жителям этих стран, как бы, да, снимки с Бахмута, например, и других населенных пунктов Украины, к чему приводят вот эти страны, которые начинают друтальную агрессию. И, с другой стороны, показывал такие страны, как Швеция и Финляндия, которые самостоятельно, да, никто их не заставлял никуда вступать. Но они сразу, да, после вот десятилетий нейтралитета, они сразу после этой брутальной войны заявили политически и также внутренне, в контексте общественных процессов и мнений, что мы хотим стать частью этого альянса безопасности. Потому что с нами живут социди, которые вот так агрессивно себя ведут. Богдан, спасибо вам, спасибо вам за анализ, за разговор. Богдан Фернс, кандидат политических наук, основатель социал-демократической платформы, был с нами на связи.